здравствуйте друзья сегодня у нас второе августа вторник и сейчас я вам расскажу для начала для аналитиков о чем будет сегодня идти речь первое согласно анализу сотрудников rent corporation крупнейшей аналитической компании соединенных штатов америки исследования которых оказывает большое влияние на политику любой администрации будь то республиканцы или демократы потери российских войск на территории украины они идут гораздо дальше чем просто цифр хотя цифра впечатляющая эти потери свидетельствуют о том что россия фактически потеряла на поле боя целое поколение сержантского состава младшего и среднего офицерского состава то есть целое поколение ликвидировано те которые вернутся с поля боя в казармы представляют собой людей психически и психологически не негодных для несения военной службы то есть эти потери они нанесли уничтожающий удар по личному составу вооруженных сил россии и его боеготовности следующее западная печать и аналитики активно анализируют начало контрнаступления третьей фазы войне в украине контрнаступления согласно единодушному практическому мнению это переломный момент в войне против агрессора ситуация где-то напоминает конец 42 года сталинград решается вопрос кто кого россии вы простите украине крайне необходимо победить в этой борьбе третье то о чем мы с вами говорили предыдущие два дня свершилась нэнси пелози ее самолет приземлились в тайбэй на территории тайваня это событие может иметь грандиозные последствия пожалуй для всего мира в том числе для украины есть информация аналитического характера о том что одной из причин этого визита было желание поставить товарища си на место и не допустить политики в отношении пекина той ошибки которая была сделана в отношении путина когда 20 лет спускали ему все его фокусы когда умиротворяли когда не обращали внимание и из этого вот получилось то что мы имеем то есть стратегия не допустить чтобы маленький крысеныш превратился в толстого наглого крыса опасного для всего мира ну а теперь аналитики могут отключаться мы с вами продолжим и займемся деталями и так есть такая старший научный сотрудник рэн корпорейшн по имени дара масикот который является специалистом по вооруженным силам российской федерации опять-таки рэн корпорейшн это господа то что нужно знать и исследованием которой организации нужно уделять самое пристальное внимание она имеет целую историю потрясающих рекомендаций на основании которого принимались в на вооружение новые при приеме пентагон принимала вооружение новые виды оружия меняли стратегии и так далее так вот согласно ее исследованиям за теми ужасными цифрами которые стоят за потерями которые характеризуют потери российских войск в украине ситуация на самом деле еще хуже хотя и цифры впечатляют возможно вы заметили но на протяжении пожалуй последние недели полторы в западных оценках потерь личного состава российских вооруженных сил украине произошли большие изменения раньше не были существенно меньше чем цифры выдаваемая генеральным штабом вооруженных сил украины а сейчас они практически сравнялись вот недавно директор цру бэрнс сообщил что по оценкам его организации на полях боя украины погибло примерно 15 тысяч орков и около 45 раненых то есть в общей сложности мы имеем около 60 тысяч и выведет выведенных из строя орков что касается что стоит за этим цифрами сама по себе цифра цифра огромная но за ней стоит еще более мрачная ситуация по мнению представителя главного одной из главных аналитиков рэн корпорейшн эти потери особенно среди сержантского младшего офицерского и среднеофицерского состава свидетельствует о том что российские вооруженные силы потеряли целое поколение военнослужащих которые пришли вооруженные силы за последние 10-15 лет то есть тех которые были тренированы и готовились к военным действиям на основании уже новой доктрины и на основании новой практики вооруженных сил россии рф до этого были военнослужащие которые еще в советском союзе служили после этого был бардак 90-х годов когда вообще никто ничего не учился потом вот путин начал создавать новую армию с новым оружием как они заявляли и с новой стратегией тактикой с новыми формами обучения и вот это все поколение она фактически ушло такие большие потери это не значит что каждый вот конкретный солдат исчез значит из этого поколения это значит что костяк исчез а место с ним и целое поколение дальше речь идет о тех военнослужащих которые погибли или вышли из строя там в результате ранения которые были запущены в бой в первой волне те которые считались лучшими а вернуться те кто выжили это те которые в первую волну наступления их их не пускали они считались так себе середнячками или вообще никакими никакими бойцами вот они вернутся в казармы то есть это будет серая масса которая помимо да это будет серая масса тех которые пришли значит за последние 9 15 15 лет люди 2 так сказать эшелона менее квалифицированные боеготовные а вместе с ними это еще будут люди предпенсионного возраста которые не были то есть они не были в первой волне потому что в возрасте им позволял или они сидели где-то в тылу опять-таки боеготовность этой армии представляет очень представляется очень сомнительно и наконец те которые вернутся в казарму будут психически поражены так называемым боевым стрессом тяжелыми психологическими травмами ужасами войны тем кошмарным опытом которые они там приобрели преступления насилие убийство пытки которых они участвовали или являлись свидетелями короче говоря это будут люди не то что ущербные это будут в полном смысле орки и вот это как называет автор исследования вот это ядовитое варево будет принесена вместе с этими людьми в казармы российских вооруженных сил и она на несколько поколений превратит эти казармы ну в нечто чудовищное какой-то как симбиоз тюрьмы психологической психиатрической клиники и сумасшедшего дома то есть там ожидается целый букет проблем начиная от дичайшей дедовщины убийство преступления и так далее вот что уже произошло а что дальше будет происходить ничего лучшего только худшее вывод уже вот эти прошедшие месяцы борьбы в агрессии россии против украины нанесли непоправимый удар по живой силе противника как я сказал многие аналитики публикуют статьи мнение свои по поводу начала третьей фазы или контрнаступления украинских войск на юге о чем мы с вами начали говорить еще несколько недель назад причем это контрнаступление трактуется большинством аналитиков как важнейшее событие вот в ходе этой военной кампании которая решает вопрос быть или не быть если украина сможет отвоевать часть своей территории а речь идет прежде всего о херсоне херсонской области тогда значит перед украинскими перед украиной и и вооруженными силами открывается очень хорошая перспектива и наоборот это будет ужасный удар по российской федерации но во первых если удастся отвоевать хотя бы херсонскую область это значительно улучшит ситуацию в одессе в николаеве это поставит крым в сферу досягаемости дальнобойной артиллерии вооруженных сил украины ну и все коммуникации в крым будут со стороны тех территорий которые будут под контролем в ссу перекрыты если же этого не удается тогда как пишет допустим в своей статье сегодняшний блумберг украина может ожидать холодная но тут митин метафорически конечно холодная зима а это как раз та зима которая необходима путину и на которую он так рассчитывает то есть холодная зима будет прежде всего в европе обыватель наверняка придется ему одеть шапки закутаться во что-то теплое ну и как рассчитывают в кремле это может может донести определенный удар по анти путинской коалиции в том смысле что желание некоторых стран из этой коалиции продолжать оказывать поддержку украине может сократиться ну и пожалуй самое главное о чем пишут аналитики своих статьях это то что победа желаемая победа украины будет иметь огромный психологический эффект как самой украине во всей украине в ее вооруженных силах так и среди ее сторонников на западе она не позволит другим событиям а таких событий каждый день появляется все новые последний это визит пелози это чем он к чему он приведет так вот значит эта победа не позволит войне в украине отойти где-то до задний план и стать малозаметным событием в средствах массовой информации западных стран если победа на юге украины будет достигнута вооруженными силами украины то путин будет в тяжелом положении потому что как ссылается сейчас все шире на исследование ельского университета которым я докладывал он на прошлой неделе путинская экономика стремительно движется к пропасти я наверное в будущем сделаю отдельное вам видео по буквально по пунктам чтобы вы хорошо понимали потому что мне вот регулярно пишут что один там вот сказал одно что с ней не какой-то блогер что не работает санкции другой сказал что путину на них наплевать и так далее меня просят комментарии я вам говорил что я не слушаю блогеров не потому что они мне там неинтересно и просто я хочу сохранить чистоту восприятия информации я ищу информацию я вам рассказываю информацию они и и трактовку различными блогерами которые естественно является субъективной в той или иной степени так вот я вам дам информацию чтобы сами вы могли оценить реальное состояние того насколько санкции влияют или не влияет на российскую экономику однако продолжим значит согласно практически всем авторитетным исследователям я не имею ввиду разных фриков которых не так собственно говоря и много тут их можно пересчитать на пальцах одной руки по поводу которых не задают вопросы это те которые у которых конторки находятся рядом с входом в прачечную корейскую у нас тут неподалеку где живу это вот те люди которые поддерживают россию и путина там создают свою аналитику так вот серьезная аналитика считает что у украины вооруженных сил есть все возможности для того чтобы добиться последней поставленной цели однако вот раньше я бы говорил высказывал свое мнение что дай бог в ходе вот этой летней и осенней кампании отвоевать максимально возможные территории на юге страны они начинают писать а как же на как же на востоке а как же крым так далее больше нужно понимать нужно чтобы наши желания на данном этапе совпадали с нашими возможностями я за то чтобы в течение следующей недели в ссу отбросили врага со всех территорий оккупированных 14 года но каждом конкретном случае особенно в таком случае ответственном деле как война и контрнаступление нужно протягивать ножки по одежке да потому что как отмечают те же американские аналитики одна из опасностей которая подстерегает потенциально в ссу в этой летней осенней кампании состоит в том что они могут непомерными амбициями запустить большую контратаку то есть проглотить больше чем то есть откусить больше попытаться откусить больше чем можно проглотить и тогда опасность что это непомерная контратака может привести к очень печальным последствиям в результате которых контратака может превратиться в кровавую баню и поспешное отступление связи с началом контрнаступления в ссу на юге издание министерства ввс соединенных штатах так и называется air force time сообщает о том что администрация байдена выделила очередной пакет или транш помощи и на этот раз в основном это будут боеприпасы те боеприпасы которые необходимы они уже в пути как мне сообщили люди которые близки к этому процессу логистически к доставке оружия в украину причем как мне говорят опять украинские военнослужащие найдут там те штучки вещи которые не анонсировались я считаю это очень правильно вообще надо прекратить эту практику максимальной степени прекратить делать широкомасштабные анонсы на весь мир лучше делать это побольше почаще и потише ну так вот значит будут в основном поставлены боеприпасы а количество систем залпового огня если взять американские и европейские в украине уже или вот-вот должны составить где-то порядка 28 это близко к 30 но это еще не да не не доходит до 50 которые о получении которых выразила пожелания украинская сторона в этой связи заметно в политических кругах причем и в демократ среди демократов и республиканцев а также военных кругах пентагона растет давление на администрацию байдена с тем чтобы она усилила увеличила помощь сейчас как можно скорее я считаю это совершенно правильным то есть как контрнаступление началось она крайне необходимо украине она также необходимо западной европе жизненно необходимо она нужно его успех нужен американцам потому что если если это контрнаступление не удастся это будет потенциальная победа путина а это катастрофа для европы это плохо очень для соединенных штатов америки то есть это контрнаступление требует широкомасштабной поставки помощи украине в этой связи сенатор инхов это в прошлой администрации то есть если бы сейчас были республиканцы он бы был бы председателем сенатского комитета по иностранным по делам вооруженных сил а сейчас он считается высокопоставленный член этого комитета то есть очень авторитетный человек он пишет или говорит в интервью мне становится все труднее понять почему темпы оказания военной помощи этой администрации не увеличивается чтобы удовлетворить потребности украины чтобы они могли улучшить свои рычаги влияния и заставить путина сесть до переговора украина полагается на нас и наших союзников в этот критический момент им нужно чтобы мы действовали быстро и регулярно чтобы у них не закончилось это оружие и другие столь необходимые боеприпасы я всей душой могу присоединиться к этому мнению то есть вот до сих пор в принципе я понимал рациональность тех действий которые предпринимала администрация в плане поставки вооружения которая состояла в следующем прежде что то поставлять нужно понять что конкретно необходимо для этого надо посмотреть что происходит на поле боя и когда американцы понимали что вот надо это я говорил уже что идею о том что украине нужны хаймарсы подсказали украине американцы пентагон который пришел к этой мысли в результате анализа боевых действий на территории украины затем приняли решили надо хаймарсы но теперь нужна логистика и нужно учить людей потому что вот идея что можно подготовить за один день или за полтора этого это плохая идея потому что в руках людей подготовленных за день и полтора новейшая техника превращается в груду металла окей но прошло уже ну пять месяцев я имею ввиду вообще с начала войны уже можно наверное было бы отрегулировать этот вопрос подготовки квалифицированных кадров заранее и надеюсь уже отработаны пути поставки всего этого вот сенатор председатель комитета по делам вооруженных сил сената джек джек рид он демократ он объясняет вот какое-то замедление или я бы сказал такой недостаточно быстрые поставки вооружения украине он объяснил это логистикой подготовки украинских сил к использованию артиллерии то есть тренировок вот что он говорит пентагон они ну то есть пентагон отправляют эти системы но в процессе доставки нам необходимо обучить войска то есть украинских военнослужащих а это для этого отбирается с поля боя уже опытные артиллеристы их вывозят за пределы украины их тренируют насколько я понимаю главный центр находится сейчас где-то в районе франкфурта а затем значит их отправляют обратно то есть процесс непростой занимает время и нужно это делать таким образом чтобы пока этих бойцов опытных убирают с поля боя чтобы в этом в это в это время там не произошло никаких провалов окей я тоже это понимаю но тем не менее тем не менее пора этот вопрос как-то решить потому что настал решительный момент и нужно действовать максимально оперативно и я полагаю на основании того что я вижу читаю слышу что к этому делу идет почему потому что она во первых как я слышал знаю и верю в это что в украину уже идет та помощь которая не была официально анонсирована ну и кроме того вот совсем недавно о последнем пакете стало известно после коллективного конференц-кола до или телефонного разговора между министром вернее министр обороны это председатель комитета начальников штабов генерал милле затем джейк салливан советник по нацбезопасности и тони блинкин госсекретарь сша с одной стороны они поговорили с соответствующими представителями из украины после этого были анонсированы вот это последний пакет помощи и это сам по себе форма разговора была но необычная для того чтобы анонсировать всего-навсего 550 миллионов для этого не нужно было проводить вот такие многосторонние переговоры то есть полагаю полагаю что речь шла о чем-то более серьезным о том что окажет что будут что будет предпринято в ближайшее время и что окажет серьезное влияние на ситуацию на поле боя то есть ну пора уже пора вот я вспоминаю как как это работал я еще когда когда работал свои alma mater есть какое-то время для подготовки пора его завершать или не надо так и начинать было контрнаступление если не готова логистика но если уже началось контрнаступление то пора запускать все что вы к настоящему моменту подготовили иначе иначе дело может закончиться плохо ну или неважно скажем так ну и последнее значит на сегодня визит пелози о котором мы говорили с вами последние два дня свершился она села поздно ночью примерно в десять сорок пять ночи китайская пропаганда официозы в немедленно последовавших редакционных статьях обрушили обрушили гроздья гнева но я вам кратко по пунктам сейчас расскажу что стало известно буквально в последний момент потому что это важно и к чему это все приведет прежде всего белый дом и пентагон последние 24 часа изменили официально формально и официально свое отношение к этому визиту до сих пор это представлялось как чуть ли не личная инициатива нэнси на которой никто не мог повлиять вот она так решила и все то есть я брифинговал пентагон говорил что не надо и байден говорил что не надо но байден мог ей просто взять трубку позвонить и сказать нэнси не надо и она бы послушала это однозначно но байден этого не сделал значит это было надо то есть это был не просто частный визит это было надо и пентагон уже вчера сказал комментируя там страшные угрозы со стороны пекина адмирал кирби кстати мне он очень нравится он как официальный представитель теперь совета национальной безопасности по стратегическим делам он сказал мы не будем ввязываться в эту перепалку типа держите нас семеро держите меня семеро мы просто заявляем что это обычный визит прецеденты были и даже в этом году в 97 спикер палаты представителей приезжал на тайвань с таким же визитом то есть ничего нового мы подтверждаем что этот визит не свидетельствует о изменении нашей политики единого китая мы поддерживаем так по-прежнему так считаем поэтому рекомендуем товарищи из пекина снизить риторику и не доводить дело до истерики ну а если потребуется все вопросы безопасности мы решим сказал адмирал кирби коротко и ясно без списку без визгу а что теперь что за визита зачем он безусловно за ним стоят предвыборные соображения нэнси пелози и демократической партии в палате представителей в связи с приближающимися выборами байдену тоже очень хотелось бы чтобы демократы не проиграли эти выборы и как я вам говорил в предыдущем видео для этого последние данные показывают что шанс на это есть то есть безусловно есть в этом подоплека шкурные интересы шкурные политические интересы но если учитывать что байден мог ей позвонить и сказать не надо но он не сделал значит за этим есть нечто гораздо более глубокое то есть соединенные штаты целенаправленно пошли на обострение отношений со страной которую они считают самым грозным и главным своим противником двадцать первого века ну и зачем они это сделали смысл какой и вот тут проскальзывает в отдельных высказываниях нечаянных я бы так сказал отдельных американских политиков и аналитиков проскальзывает вещь которая мысль которая возможно и является главной то есть пружиной которая запустила весь этот механизм Соединенные Штаты решили приструнить Китай чтобы он не превратился чтобы Син Цзиньпин не превратился во второго Путина а Китай во вторую Россию то есть чтобы не было сделано не повторить ошибку которая была допущена в отношении Путина когда вот потакание или игнорирование всяких негативных действий со стороны путинского режима игнорирование или делание вида что мы не слышим и не хотим слышать то что они там заявляют и чем нам пугают все это привело к тому что вот крысеныш в Кремле он как любил говорить в узком кругу президент Кучма в свое время он оборзел и вот для того чтобы не допустить возникновения ну там крысеныш а в Китае это же может быть толстый жирный большой крыс учитывая экономику финансов Китая по сравнению с Россией вот и решили его приструнить то есть пойти на обострение с моей точки зрения это очень рискованный ход поскольку на такие обострения когда на карту поставлено очень много можно идти когда ты контролируешь полностью ситуацию я вам как-то говорил что вот в разведке допустим все эти многоходовые комбинации это было табу совершенно потому что вот такие комбинации можно делать когда ты сидишь в центре и ты полностью контролируешь всех потенциальных лиц всех потенциальных акторов этой комбинации и ты можешь им дать указания и они это все исполнят но если ты сто процентов не контролируешь каждого актора участника этой комбинации потенциальной то провал неизбежен на каждом из этих этапов и здесь картина и игра настолько сложная что предсказать как она дальше пойдет практически невозможно а просто так вот взорвать ситуацию ну это извините это вот наверное ближе к питерскому подворотне питерской подворотне модуса поранда но не не почерк или не политика людей которые закончили Гарвардский или Ельский университет ну таким образом значит тем не менее появляется вот эта пружина которая запустила желание приструнить си пока он окончательно не процитирую кучему оборзел я только надеюсь что это будет параллельно сопровождаться приструнением и Путина иначе это не имеет смысла что касается си это последнее что ему надо это ему оскорбление оскорбление просто плевок ему в лицо за несколько месяцев до ноября когда он рассчитывает на третье переизбрание на беспрецедентный третий срок а там глядишь на всю оставшуюся жизнь кроме того китайская экономика ей нужно сейчас спокойствие тишина ей нужно вы в последние говорят последние значит шесть месяцев экономика Китая росла на 0 4 процента что по западным источникам считаю что на самом деле она сокращалась в то время когда она должна расти на 4 на 5 на 6 процентов это провал провал просто особенно накануне этого съезда то есть это совсем это не нужно что будет дальше Китай тут страшно грозился чуть ли не термоядерной войной вот вышло буквально за полчаса до того как я начал записывать это видео вышла редакционная статья официоза Компартии Китая Global Times что они что там интересно во первых всю вину за этот визит они сваливают лично на Нэнси Пелози в Соединенных Штатов там и близко нет все Нэнси Пелози будет отвечать за все это как я сказал хрупкая 82-летняя женщина китайской пропаганде превращается в универсальное зло мирового масштаба и теперь весь гнев вся мощь Китая будет направлена против нее она будет нести всю ответственность за тяжелые последствия какие эти последствия ну теперь оказывается значит когда ее самолет уже летел через воздушное пространство надежно китайском море там где-то летали китайские эти самые истребители но близко не под не подлетали к ее самолету и газета пишет китайское что американский самолет совершал маневры опасаясь что он попадет в зону боевых стрельб то есть вот как мы их напугали что они теперь собираются делать они собираются сегодняшнего дня или завтрашнего утра устроить серию учений по всему периметру тайваня север восток запад юг чтобы каким-то образом затруднить вылет нэнси обратно она значит в среду будет проводить переговоры встречи в тайбэе а потом должна оттуда вылететь вот они хотят это все затруднить ее вылет из китая а затем начиная с четверга они планируют еще какие-то широкомасштабные учения уже с использованием реального боезаряда ну вот то есть постреляют кроме того военном плане они долгосрочной перспективы они предупреждают что это будет ответ не только вот один-два дня это будет долговременный ответ они обещают совершать подлеты заходы своей авиации в ну через ту зону которая называется у них зоной у тайваньцев зона идентификации то есть это не ее воздушное пространство это рядом с воздушным пространством но это уже тревога когда туда заходят иностранные военные самолеты регулярные учения стрельбы не подали в окку от тайваня ну в общем так второе что очень важно они грозятся ускорить процесс реюнификации с тайванем как они это будут делать не известно но в предыдущих статьях то есть в этой редакционной статье об этом не сообщается но в предыдущих статьях говорилось что они могут принять конкретный закон о реюнификации и в нем написать конкретные даты то есть дорожную карту с датами как это будет происходить и после этого согласно закону нужно будет действовать в этом направлении пока нет никаких указаний на экономические никакие санкции хотя торговля Тайваня с Китаем где-то во всем во всей торговле Тайваня Китай занимает чуть ли не 80% и самое главное что Тайвань является крупнейшим в мире производством производителя тех микрочипов которых сейчас так не хватает в том числе в Китае и то есть он производит их чуть ли не говорят что от 70 до 80% мирового производства якобы я не проверял не знаю это то что я услышал по телевизору из американских репортажов из Тайваня так вот значит Китай уже анонсировал что введет эмбарго на некоторые виды товаров пока их конкретно не называли но некоторые аналитики полагают что дальнейшее развитие этого кризиса может привести к тому что помимо проблем серьезных сейчас на международных рынках с энергионосителями нефтью газом нефтепродуктами продовольствием о которой последние недели говорят все может прибавиться еще серьезная проблема с микрочипами основным производителем которого является Китай простите Тайвань ну поживем увидим потому что у самого Китая уже сейчас жесточайший дефицит этого микрочип этих микрочипов и захочет ли он перекрывать их поступления из Тайваня вопрос дискуссионный что касается меня то есть моего личного интереса почему я на это все смотрю меня интересует одно приведет ли это ну понимаете может быть две стороны взвинтят конфликт и кризис до высшей точки кипения чтобы потом сесть за пол стол переговоров и договориться пожать друг другу руки и все мир дружба жвачка я боюсь чтобы этот конфликт вместо вот такого направления такого русла не пошел в другом направлении что это приведет к серьезному сближению между Пекином и Москвой в результате которого Китай начнет оказывать реально широкомасштабную финансовую экономическую и военную помощь путинскому режиму вот некоторые аналитики я правда не слышал чтобы они развили эту мысль здесь Соединенных Штатов говорили что напротив вот это обострение оно имело целью заставить Китай совсем снизить обороты отношений с Москвой поживем увидим пока я не вижу признаков того что это легко достижимая задача то есть обостряя отношения с Китаем как Вашингтон будет достигать цели снижения уровня отношений между Китаем и Путиным не знаю поживем увидим ну и последнее значит вы наверное слышали знаете вчера был убит второй человек в Алькайде наследник Бен Ладена Альза Вахири операция тоже наверное слышали готовилась чуть ли не месяц заключительная фаза всего неделю быт вообще операция была проведена я скажу это уникально блестяще то есть надо иметь в виду что американцев в Афганистане нет и тем не менее они смогли узнать где он будет находиться и организовать операцию таким образом что он будет убит в том таким образом что не пострадают даже его ближайшие родственники то есть он в это время стоял на балконе в тенечке или сидел там а по нему было запущено две ракеты Hellfire из дронов и он был уничтожен и никто из его ближайших родственников не пострадал операция блестящая которая говорит о том что у ЦРУ была агентура которая смогла узнать где значит и когда он будет находиться ну и технические возможности безусловно впечатляют самое главное для меня что меня впечатлило американские войска 20 лет назад уже 21 год назад были введены в Афганистан для того чтобы уничтожить руководство алькаиды 20 лет они там были потратили в общем около триллиона большая часть это было по линии Пентагона своим же военным примерно 850 миллионов афганцам там было примерно 150 пошло помощи всевозможные но тем не менее там страшная сумма люди погибли правда гораздо меньше чем сейчас орков в Украине погибло но тем не менее 20 лет масса денег усилий а успех был достигнут тогда когда войска оттуда вывели и вот так вот на расстоянии достигли этого успеха вот что можно сделать имея голову и думая головой а не каким-то другим местом которым думал наверное Джордж Буш младший когда все это затевал я вообще вам должен сказать вот мое глубокое убеждение вторжение американцев почему они вторглись в Афганистан и в Ирак это произошло после 9-11 то есть Ирак вообще Саддам Хусейн к этому не имел совершенно никакого отношения и тем не менее его сделали козлом отпущения а это произошло потому по моим наблюдениям понимаете для американцев это был удар когда вот свершилась эта трагедия с башнями-близнецами потом самолет тараном значит ударил еще по Пентагону американцы были в шоке понимая что такое могло с ними случиться враг нанес для них по ним беспрецедентный удар но они не видели этого врага у них чесались руки у них была ненависть чувство мести они хотели его растоптать уничтожить но они его не видели то есть вот этот котел ненависти возмущение он кипел готов был вырваться наружу и и взорвать всю страну ну и прежде всего он был бы направлен конечно на администрацию Джорджа Буша-младшего которая тогда была во главе страны может быть они 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 ни при чем ну и сделали бы козлом отпущения короче говоря нужен был козел отпущения для того чтобы набить кому-то морду за вот эту трагедию 9-11 и нашли это в Саддама Хусейн ну и в Афганистан ввели для того чтобы попытаться там найти Бен Ладина и его уничтожить вот такая господа ситуация на этом позвольте закончить это видео слава Украине и вооруженным силам желаю господа весь цивилизованный мир смотрит на вас вы должны выиграть контр вы должны победить в этом контрнаступление и переломить окончательно ход войны на территории Украины и я глубоко верю что так это и должно случиться поэтому еще раз слава Украине и вооруженным силам враг будет разбит вам дорогие друзья желаю выдержки мужества и успехов до новых скорых встреч до новых до новых до новых до новых до новых